Девушки отдыхают Убейте милосердие и пусть случившееся со мной будет для вас уроком. Богатство мира и вам не останутся. Девушки отдыхают 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 А думайся, пока еще не поздно, Халимы. На этот раз я не пощажу вас. Если кто-то и может распоряжаться жизнями, то это я. Смирись. Ты не в том положении, чтобы угрожать нам, Кюсэм. Все противники моего брата должны поддержать его. В первую очередь, это преданные тебе улемы и воины. Ты лично поговоришь с ними, Кюсэм. И убедишь их это сделать. Аги, сойдите внутрь, заприте двери. Повелитель. Откройте ворота. Состояние Шахзаде Мустафе всем известно. Даже если я и поговорю, они не согласятся. Конечно, согласятся, Кюсэм. Если ты этого хочешь, они согласятся на все. Пойми же, Кюсэм. Тебе не удастся помешать Мустафе взойти на престол. Но в твоих силах не допустить кровопролития. Мы хотим договориться с тобой и решить это дело мирным путем. Однажды мы уже договаривались. Ты дала обещание. Но как только твой сын сел на трон, ты попыталась убить моей Шахзаде, а меня отправила в ссылку. Почему я должна верить тебе? У тебя нет выбора, Кюсэм. Ты вынуждена. Даю тебе время до завтра. Надеюсь, тебе хватит ума согласиться. Если причините вред моим Шахзаде, пожалейте, что на свет родились. Султан Осман останется на троне. Знаете это? Султан Осман может не пережить этого восстания. Ты, кажется, обезумела, как и твой брат Дилеруба. Неужели подданный осмелится посягать на жизнь падишаха? Все бывает в первый раз, Кюсэм. Стража, за мной. Войны. Опустите оружие. Пресекните на верность повелителю. Ты? Повелитель. Я ваш подданный, Янычар Алиага. Нам довелось встретиться при тяжелых обстоятельствах. Однако, наше восстание не направлено против вас. Вы можете доверять мне и этим воинам. Мы готовы отдать за вас свои жизни. Все смешалось. Уже невозможно понять, кто друг, а кто враг. Что мы будем делать? Отправимся в порт и поплывем в Бурсу. Другого пути нет. Это очень опасно, повелитель. Флот оказался в руках мятежников. Мы даже лодку не достанем. Что же нам делать, Олега? Времени нет. Куда направимся? Если позволите, я отведу вас в надежное место. Они сбежали. Мы должны воспользоваться шансом и избавиться от Шихзаде. Никто не станет слушать Кюсэм, если у нее не останется Шихзаде. Пойми, наконец, Дильруба. Участь султана Османа нам неизвестна. Мы вынуждены пойти на сделку с Кюсэм. Ну, а кто потом остановит Кюсэм? Или вы думаете, она сжалится над нами, когда найдет своих Шихзаде? А кто сказал, что она сможет найти своих Шихзаде? Нужно быть терпеливыми, Дильруба. Нужно подождать. Мустафа мой. Я так скучаю по нему. Мы не виделись много лет. Что там, Мансурага? Султан Осман сбежал. Что ты такое говоришь? Как ему это удалось? Есть те, кто до сих пор преданному. Им удалось вывезти его из дворца. Хорошо, сообщите моей флотилии. Пусть немедленно доставят корабли в сад. Мы сможем уплыть на них далеко-далеко, и Осман не найдет нас. О, всемогущий Аллах, даруй нам терпение и здравомыслие. Халиль Паша и Ахрилли Хусейн Паша делают все возможное. Они ищут Шихзаде повсюду, но пока, к сожалению, не смогли даже напасть на их след. Нет ничего хуже, чем сидеть вот так и ждать. Возможно, нам стоит принять предложение Халима Султан Валиде. А после того, как Шихзаде окажутся в безопасности... Ты думаешь, я не обдумывала все возможные шаги Айши? Но ведь я не могу им доверять, когда они были верны своему слову. Что же будет с моими братьями? Какая жестокость, госпожа! Подданные покушались на мою жизнь. Я вынужден был бежать! Очевидно, кто мог осмириться на такое. Это дело рук Кёсэм Султана, которого столько лет считали своей вреды. Кёсэм Султан ни за что на свете не стала бы покушаться на жизнь повелителя. Да? Госпожа. Али Агайя с корпуса Янычаров прислал весть. Они с трудом спасли повелителя от мятежников и сумели вывести его из дворца. Где же он сейчас? Он укрылся в доме командиров Янычаров. Мустафа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мустафа. Лев мой. Сынок. Я так соскучилась. Я не смогла сказать вам, Валиде. С годами его состояние существенно ухудшилось. Он не узнает нас. Мустафа. Нет. Не может быть. Мустафа узнает меня. Мой сын меня узнает. Он не забыл. Мустафа. Мустафа мой. Это я. Выли ты. Мустафа, это я. Это я, Мустафа. Твоя, Валиде. Валиде. Мустафа. Сынок. Мой сын. Мой сынок. Сыночек мой дорогой. О, Аллах, ты велика. Вала тебе. Аллах, благодарю за твою милость. Хорошо, что ты рядом, Зульфикар. Хорошо. Госпожа. А вы что здесь делаете? Как ты посмела прийти сюда? Как ты могла предать нашу династию? Как могла ты пасть так низко? Я вовсе не предавала династию. И не предам. Не путайте меня с другими. А сейчас оставьте меня с повелителем. Ни за что. Госпожа. Субтитры создавал DimaTorzok Все очень плохо. Где сейчас султан-осман знает лишь Аллах? Что будем делать, Давыд? Мы его найдем, госпожа. Найдем. А пока мы должны отвезти вашего брата и Халима Султан в корпус Яночаров. Но зачем? Пусть они останутся с нами. Не волнуйтесь, госпожа. Командир роты Яночаров Мансур Ага все продумал. Корпус – самое безопасное место. Там им ничто не угрожает. Кюсэм Султан согласна. Она подумает. У нее есть время до завтра. Матушка не хочет злить Кюсэм и расправиться с ее шахзаде. Но у меня другое мнение. Они должны умереть. Вы совершенно правы. Не нужно волноваться, мой лев. Никто здесь не причинит тебе вреда. Повелитель, госпожа, добро пожаловать. Вы оказали нам честь. Есть весть о султане Османе? Пока нет. Он словно исчез. Найдите его любой ценой. Кюсэм не должна опередить нас в этом. Если у нас будет преимущество, она согласится на наши условия. Мы обязательно должны заключить союз, госпожа. Для укрепления власти повелителя нам нужна поддержка улемов. Знаешь, почему твой покойный брат Мехмед всю жизнь так враждебно относился к тебе? Потому что считал, что я люблю тебя сильнее, чем его. Конечно, я души не чаяла в своем старшем сыне Мехмеде. Хотя никого не обделяла. Но я не буду скрывать от тебя то, что ведомо Аллаху Осману. Мехмед был прав. Тебя я любила больше всех остальных. Может ли мать возненавидит того, кто убил ее ребенка? Может, ее право. Но как быть, если убийца этого ребенка другой ее сын? Кого ей ненавидеть? Кому она может отомстить? Как ей охладить сердце? Вы... Вы могли плакать. А я и этого не мог. Не мог оплакивать, носить траур. Я не смог простить себя. Ведь это я сделал. Я убил своего брата. Я простила тебя, сынок. И ты прости себя. Матушка. Здравствуй. Здравствуй. Ты принёс? Принёс. Держи. Давай, скорее едем из куда. Хорошо. О, вхаджа Амара Фензи. А мы как раз тебя повсюду ищем. Султан Устафа силой был свергнут с престола. Трон принадлежит ему по праву. Повелитель пожелал, чтобы все улемы, и в первую очередь, конечно же, вы поддержали его. Это невозможно, Давуд Паша. Вы ведь и сами знаете, безумный падишах – это не благо, это просто исключено. О, к тому же, у нас есть падишах, которому мы присягнули. Султан Асман Хан Хазрит Лири. Муфтия Фенди верно говорит. Наш повелитель – Султан Асман Хан. Султан Мустафа взойдёт на престол. Для всеобщего блага будет лучше, если все улемы как можно быстрее смирятся. Я постараюсь уехать в Бурсу. И в городе великих предков создам новый порядок. Иншаллах, в этом не будет надобности. Сначала должна успокоиться иначара, а потом мы сделаем всё необходимое. Разве не все иначары подчиняются тебе, Кисам? Прикажи, чтобы они отступили. Это не то восстание, которое можно остановить одним приказом. Люди вышли из своих домов и стали грабить город. Что же нам делать, гостажа? Посоветуйте. Мы в доме командиров. Согласно вековой традиции, янычары будут защищать того, кто здесь находится. Зульфикар Паша, сообщи Алиаге, пусть не теряя времени поговорить со старейшинами корпуса. Я пойду вместе с Алиагой. Вы знаете, старейшины корпуса – мои друзья, боевые товарищи. Наш повелитель, Осман. Где он, отец? Мне это неизвестно, дочка. Положение тяжёлое. Гнев народа и воинов очень велик. Не знаю, удастся ли повелителю справиться с этим. Ваш брат и Валиды в безопасности, госпожа. Но мы должны найти султана Османа. У него до сих пор есть сторонники. Главная из них – Исат Эфенди. Естественно, ведь он – тесть, Падишаха. Да. Госпожа, Паша. Хаджу Амера и Фенди поймали. Приведи. Тень нашего султана Османа. Амера Фенди. Мы уже и не думали, что найдём тебя. Расскажи мне. Где твой Падишах, предатель? Я… я совсем ничего не знаю, Паша. Когда я сбежал из дворца, султан ещё находился там, Паша. Паша. Я знаю, как заставить тебя говорить. Оставь его. Он не стоит того, чтобы пачкать руки. Отдай его мятежникам, разорвут на куски. Уведите. Стойте, Паша. Я не знаю, где повелитель. Паша, клянусь, что не знаю, где он скрывается. Но я могу это узнать. Могу узнать, Паша. Госпожа. Как там наш повелитель? После моего прихода немного успокоился. А Шахзаде нет никаких вестей? Нет. Хатун, принеси тарелку супа. Поешьте хоть немного горячего, госпожа. Я отправила Алиагу и Зульфика Рапашу в корпус иначеров. Дай Аллах, они убедят мятежников, и эта смута закончится. В противном случае я не знаю, что нам делать. Вы ведь из каких только сражений не выходили победителем. Каких врагов одолели. Хвала Всевышнему, я была свидетелем этого. И с этой бедой мы тоже справимся, госпожа. Иншалла. Иншалла, Жанат. Братья, многие из вас меня знают. Вся моя молодость прошла в этом корпусе. Я вырос здесь. Долгие годы я был командиром корпуса новобранцев. Многие храбрые воины были изначально моими учениками. Благодарю. Мы тебе доверяем, Зульфикар Паша. Где наш повелитель? Какие вести? В столице хаос, Аги. Народ бунтует. Знаете, что это восстание никому из нас не принесет добра. Я поговорил с повелителем. Он готов забыть о произошедшем. Кроме того, в качестве подтверждения, каждому янычару будет выплачено по 50 золотых монет. Неужели султан-осман думает, что ему удастся обмануть нас подачками? Разве может быть подишахом тот, кто оставляет дворец и бежит? Мансур-ага. По какому праву ты все это сейчас говоришь? После того, как посмел нарушить неприкосновенность покоев султана, объединившись с мятежниками. Ему придется ответить за притеснение янычаров. Вы зря теряете время. Теперь наш подишах – султан Мустафа-хан! Знай свое место, Мансур-ага. Не пристало тебе рот открывать при нас? И кто ты такой, чтобы решать, кто будет подишахом мира? Наш повелитель, султан-осман-хан, весьма огорчен всем случившимся. Как известно, все мы учимся только на своих ошибках. Ваши требования были приняты. Если у вас есть другие пожелания, их можно будет обсудить. Зольфикар Паша, приходи завтра утром. Известно, что мы уже очень долгое время терпим унижения и притеснения. Мы хотим все обдумать. Мы соберем совет старейшин корпуса. Конечно. Подумайте, посоветуйтесь и примите решение. Но ни один разумный человек не захочет, чтобы на трон взошел безумный подишах. Ступай, скажи повелителю, что он может быть спокоен. Никто здесь не желает ему зла. Да будет так. Отберь Беляги и все не отвезти. Как будто бы сквозь землю провалился. Отправился искать Шахзадея, лишь Аллаху известно, где он. Я очень надеюсь, он не попал под горячую руку мятежников. Не знаешь, за кого волноваться. Посмотрю, как там госпожа. Джанет Калфа. Вам просили передать. Джанет, я знаю, ты сердишься на меня. Но ведь я не сделал ничего постыдного. Жду тебя у рыночных ворот. Никому не говори о встрече. Келин Дирага, султан Мустафа приказал казнить Шахзадея сегодня ночью. А Давуд Паши об этом знает? Конечно. Он находился с повелителем, когда был отдан приказ. Ах ты, подлец. Как ты посмел? Тише, Джанет. Если меня увидят, нам обоим не сдобровать. Разорвут на части. Сначала выслушай меня. Зачем мне тебя слушать? Как ты мог оставить повелителя во дворце и трусливо сбежать? А что мне оставалось делать, Джанет? Что было делать? Остался бы во дворце. Меня бы разорвали, как Деля Вера Пашу и Сулеймана Агу. И к тому же я сбежал ради блага повелителя. Скажи мне, где он? Нам обязательно нужно поговорить. И что же это за благо? Я нашел корабль, который доставит его в Бурсу. У нас мало времени, Джанет. Скажи, где он, чтобы я мог помочь? Не стоит. Кёсэм Султан взяла все в свои руки. Она сама все устроит. Нельзя доверять Кёсэм Султан, Джанет. Скажи мне, где он, пока еще не поздно успеет на корабль. Давай. А почему это ты так настаиваешь? Ты что же, пытаешься что-то разнюхать? Признавайся! Ах ты, подлый предатель. Джанет Калфа. Правая рука Кёсэм. Ах ты, подлый предатель. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не оставляй их одних надолго Ты паршивый пёс Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Он уже совсем скоро доберется до вас Она словно «Симон» Есть вести? «Симон» «Субтитры подогнал «Симон» 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 Да. Госпожа. Что случилось, Хаджиага? Есть вести о моих детях? Нет, госпожа. Мы узнали, что с Джанет Калфой. Вчера ночью она попала в руки мятежников. Предатели растерзали ее. Да упакует ее, Аллах. Госпожа. Ступай с миром. И вернись добром. Хоть я и очень сомневаюсь, но... Иншалла. Произойдет так, как говорит Кёсэм, которой ты доверяешь. И эта буря утихнет. Химышах. Я не знаю, утихнет ли однажды твоя огромная боль от потери и исчезнет ли злость. Сможешь ли ты простить меня? А я до последнего вздоха буду ждать этого. Здравствуйте. Да. Я не знаю, что. Время играет против нас. Зульфи Карпаша и Али Ага скоро вновь придут в корпус. Если удача будет на их стороне, мы проиграем. Тебе нужно встать во главе Янычаров Мансурага. Есть весть о султане Османе? Мы не смогли найти его, хотя обыскали буквально всё вокруг. И Джанет не заговорила. Она получила по заслугам. Как это получила по заслугам? Мы выдали её мятежникам. Когда они узнали, что перед ними жена Амэра Эфенди, они с ней расправились. Перестань, наконец, воевольничать, Дильруба! Я пытаюсь договориться с Кюсэм, а ты что делаешь? Мы сами себя загоним в угол. Отныне наши с ней пути разошлись навсегда, матушка. Она придёт в ярость, когда узнает, что все её Шекзаде мертвы. Что? Что ты наделала, Дильруба? То, что исследовала. Отныне Кюсэм не госпожа и не мать Шекзаде. Как только всё закончится, я лично продам её на невольничьем рынке. Кюсэм права. Ты тоже обезумела. Гнев, ненависть и самонадеянность совсем лишили тебе рассудка. Султан Осман сейчас в руках Кюсэм. Как только она обо всём этом узнает, сразу же посадят его на трон. Ей не обязательно знать, Валиде. Пусть пока думает, что её дети живы. Мы добьёмся своего, а потом разберёмся с ней. Но что она делала на улице ночью? Вам удалось это узнать? Я расспросил стражников. Вечером кто-то принёс ей письмо, но кто это был, не знает. Редактор субтитров А.Сёмкин